Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактун Сайфуд Моя такая программа Кофе на миллиард Со мной Татьяна Салмановна Мактун Сайфуд Что? Дорогие друзья Это моя страница ВКонтакте Татьяна Салмановна Мактун Сайфуд Мактун Сайфуд 12 число У нас сегодня 12 августа 2021 год Вот такие вот дела 7 часов утра и 40 минут Приготовила себе такой кофе Кофе на миллиард Сухой завтрак Обсытые хлопья С сахарным песочком С бананом Так что вот Погода сейчас шикарная Сейчас я вам покажу Вид на улице Шикарная Шикарная такая погода Сболите кошечки Ну и может быть они голодные Такие две кошечки бегают Симпатичные какие кошечки Прямо на машине играются на машине Так что вот С вами я И моя творческая студия Позитивного мышления И силы позитивной мысли Автор книги Тайная психология денег Секреты богатства И процветания Ну что, о чем мы будем с вами шептаться? О, давайте в документах было шептаться Да Мы еще так прикольно Прикольно спросим Он вообще в курсе? Ну да, он вообще в курсе Здесь мы стипендианты Вообще он как-то в курсе Ну да Ну что, он так красивенько, да? Красивенько Сейчас мы такой засмотрим Посмотрим Завтрак мы увидим Кофе видно Так что вот Ох, они думали Такую девчонку Малибу Ох, да Девятнадцатилетнюю девчонку Малибу Они там Аберент Засмотрели Такую девчонку Малибу Так что вот Такая пиар-компания Сейчас звезда Татьяна Салмановна работает даже в отпуске без выходных Получает этого кайф Драй Без каких-либо допингов Без каких-либо допингов Maybe we can speak in English Татьяна Салмановна Кофе он милиард With me With Татьяна Салмановна Мактум Сайф Today Today is the 12th of August 2021 Санкт-Петербург, Россия Great congratulations Вольная борьба Татьяна Салмановна Не знает Как будет вольная борьба по-английски Но поздравляет Абдурашида Судулаева С победой на Олимпиаде Я вчера посмотрела И их там Как встречали Понимаете Как встречают победителей Депутаты дарят Миллион долларов Мы подарили Миллион долларов Я очень рада Я посмотрела Какой у него ребенок Уже такая девочка Я вам загрузила Вы можете ознакомиться Это я все с Ютуба загрузила Так что вот Так что вот И такие вот дела Вот такая же у нас будет С вами тема А, девчонки Такой инсайт у меня был Такой инсайт Мы жили еще, знаете На Гражданской улице С Дровяного переулка Переехали на Гражданскую улицу У нас была трехкомнатная квартира На последнем этаже Кстати Лифт был маленький Грузового там не было Лифта Вот Такие вот дела Я вам публиковала Особенно на странице Фейсбука У меня мама Тамара Петровна Была такая Просто В юности Просто, знаете Такая Софи Лорен Софи Лорен Такая красивая Такая Ну, она считала Что у нее большоват нос Ну, знаете Ее нос был Совершенно великолепный Такая была Просто звезда Знаете Как вот Как говорит Татьяна Черниговская Она считает Наверное Все-таки И стоит доверять Все-таки Профессор Гением нельзя стать Она говорит Я в своей книге Я в своей книге написала Что как-то можно Но я это написала На основе других книг Наверное На основе Таких волшебников Как Наталья Борисовна Правдина Которые увлекаются Сен-Жерменом Не знаю Там Балавадской Так что Как стать волшебником Наталья Борисовна Правдина Знает Как из обычной Женщины Превратиться В королеву Быть здоровой Успешной И счастливой И она этим делится На своих Я так понимаю Семинарах Сейчас еще тепленького добавлю Так вот Татьяна Черниговская Говорит Сейчас буду загружать Одно видео Сюда Что Гением Нельзя Родиться Судя по всему Это какие-то гены Хромосомы Хромосомы Как это называется В общем Она говорит Что нельзя Вот Как бы Это предрасположенность Стать гением Но очень многое Зависит От среды Куда попадаешь Так что Это знаете Как Чтобы стать актрисой Должны Продвинуть Понимаете У кого Там муж Там режиссер Там В общем Вы поняли Да Я так вот Делаю такие выводы Так вот Совершенно шикарно Знаете Она такая вообще была Просто Софио Райм Софио Райм Молодость Моя мама Александрова Тамара Петровна Это я сижу По фотографии Так что Вот Но ей как-то Не удавалось Она вот мечтала Я так понимаю Выйти замуж Иметь семью Но как-то Вот ей не удавалось Я даже не знаю В чем были проблемы Хотя Татьяна Соломановна Знает Но умалчивает Татьяна Соломановна Быть выйти замуж Ну вот Он согласился В общем В общем Как-то вот так Я просто видела На гражданской улице У нас там Окна были Во дворе Знаете Такой дворик Там такой Это дом Почти круглый Но в общем Этот дом На гражданской Идет по гражданской улице По проспекту Майорова И по каналу Грибоедова Вот У нас такой Маленький балкончик Был на последнем этаже На кухне И вид Вид-то Туда В этот дворик И там парадные были Там люди Праковали машины А вообще В те времена Это знаете Мы туда въехали У меня сколько там было Сколько там лет Я там училась В этом Восьмом В седьмом В шестом В пятом классе Вот В 256-ю школу Ходила Через мостик Через канал Грибоедова Вот Канал Грибоедова Да-да Вот Я просто видела Как там Семья жила Наверное Мужчина Он был Он приезжал Знаете Такие Вот Я понимала Что он был Как там Этот Сейчас я скажу Учебная машина Знаете Как это ГАИ И вот Знаете На учебной машине Как там Вот этот Сдаешь Когда На права И вот Эти машины Учебные Я может быть Он был Вот этим Как называется На этой учебной машине Работал Работа у него Такая была Я просто видела Он приезжал На такой машине Он явно Наверное У него Работа с этим Была связана Учил Учил студентов Вождение У них была Вот эта Учебная машина Еще была Какая-то Хорошая машина Там был Такой Мальчик Подросток Лет Двенадцати Наверное Пятнадцати И была Его жена Я не знаю Жена Или подруга Но явно Я их видела Много раз Это была Семья Из трех человек Как вы понимаете Как они жили Я просто смотрела На них Иногда Как-то они Вот это Попадались У меня В этот Видон В окно Конечно Он подвозил Ее На машине В общем Вы понимаете Там Я так понимаю Что продукты Он закупал Возил На машине Я просто Помню Как она Одевалась Еще По советским Временам У нее были Красивые Наряды Она выходила Одета Ну конечно Там Едет По-королевски Но очень Богато Она одевалась Очень шикарно Может Сама по себе Была богата Она может Где-то Тоже Я не знаю Кем она Работала В общем Возила На машине Они явно Жили Богато Понимаете Ну Ну Из того Что я Немножко Помечтаю Я не знаю Чисто Чисто Вот так Видела Только В окно Вот Ну Это Знаете Из тех Людей Которые По Уже Российским Этим Временам Знаете Как говорят Знаете Знаете Как сейчас Другая Это планка Другая Вот Я так Предполагаю Что Понимаете Афер Там На машине Продукты Он закупит И на машине Подвезет И шикарно Богато Она одета И на каблуках В общем Вот это Вот Такая Вся В общем Очень симпатичная Достаточно Это молодые Молодые Такая Молодая Пара Была Ну Не супер Молодая Ну Такая Я не знаю Сколько Им лет Было Знаете Как Вот На выходные Например Я так Немножко Я не знаю Немножко Так Предполагаю Примерно Вот Как Знаете Какой-то Выходной Дорогая Ну Это Ее Сын Может Быть Их Совместный Ребенок Так что Вот Берут Подростка Едут Какие-то Магазины Шикарные Знаете Там Давай Дорогая Проедемся По магазинам Закупим Продукты На неделю Тебе Прикупим Красивое Платье И сыну Подарок Там Заедем В турагентство Куда мы Хотим Поехать Я не знаю Там В отпуск За границу То ли куда-то Сюда В Сочи Вы понимаете Да Я вообще считаю Что Хотя бы так Должна была Жить Моя мама Но ей не повезло Об жизни Ей не повезло Ни с мужем Понимаете Вот это У нас никогда Не было Ни машины Ни подарков Ну да Юрий Анатольевич Он всю жизнь Молчал Ну да Молчал Там Что-то На работу Ходил Молчал И в общем Там На дачу Ездил Вот Самое большое Что Ну мы занимаемся Знаете Сначала Там Это Велоостров Ездили Потом Там Шинскую Взяли Припахаться Понимаете Целину Вскапывать Целину Грядки Там Делать Не колоться Понимаете Не колоться Ничего Не помыться Вот это Таскать Воду Из Этого Ну там На дороге Такая колонка Вот Ехать туда На электричке Все на себе Тащить Я даже Не помню Что бы Он с нами Когда-то ездил Он как-то Сам ездил Один А мы Ездили Знаете Там Я Мама И собака Фред В таком Втроем На электричке Туда Далеко Ехал А там Еще Знаете Еще На платном Автобусе Ехать А если Платный Автобус Ушел Там Пешком Километр Пять Или шесть Или восемь Ити Не меньше Так что Вот Я просто считаю Что она Такая Вообще Такая Была Просто Красавица И она Должна Была Удачно Быти Замуж Замуж И жить Шикарно С Любимым Мужем Чтобы Знаете Чтобы Машина Была Чтобы Знаете Ей Дарили Подарки Делали Комплименты Говорили Что Это Такая Красивая Вот Дарили Платье Чтобы Она Шикарно Одевалась Чтобы Мы Ездили На Какие Там На Юг Каждый Год Или Два Раза В Год Я Считаю Что Она Была Достойна Потому Что Она Вообще Была Супер Красавицей В Молодости Я Уж Не Говорю Что Не Каждый Может Стать Софью Лорен И Зарабатывать Миллиарды Но Выйти Замуж За Мужчину Который Любит Который Достойно Зарабатывает Который На Праздники Приносят Шикарные Подарки Не Знаю Там Французские Духи По Советским Временам Который Возит На Машине У Которого Нормальная Дача Несколько Этажей Знаете Вот На Машине Там В общем Как Вы поняли Другой Уровень Приехать Вместе С мужем Вместе С детьми На Выходной На Машине Так Что Вот Отдохнуть Там А не Припахаться Взять Лопату И Пахать Вскапывать Сорняки Полоть Морочиться С этими Грядками Потом Греть Воду Понимаете Воды Теплой Нет Мыть Посуду Все Понимаете Упахался К вечеру Ну а Как там Помыться Там Особо Не помочь Там Ни души Ничего Не было Так Дом Так Сделан Из Старых Дверей Юрий Анатольевич Там С помойки Там Навозил Вот Старых Кроватей Старых Вот Этих Дверей Там Был Так Дом Сделан Типа Сарай Так Два Сарая Соединенные Были Счастливым Обладателем Этого Участка Стала Женщина Северов Потом Этот участок На меня Была Оформлен Вот Я лично Ей продавала Там Ездили С Юрией Анатольевичем С Тамарой Петровной Так что Такая Женщина Когда я посмотрела Сколько лет Ей по паспорту Явно На северах Люди Сохраняются Вообще Просто Молодые Когда я посмотрела Сколько ей лет В паспорте Я говорю Это вам Столько лет Она говорит Да Так что Вот Женщина Приобрела Этот участок Вместе С замурованным Мотоциклом Который Юрий Анатольевич Тогда Купил И на нем Ни разу Не ездил Он наверное Доехал До этого До этого Домшинской На этом Знаете Мотоцикле С коляски Он там Наверное Сломался Так что Вот Так что Дима Вы наверное Будете Я это видео Вам тоже Отправлю Просто вам Рассказываю У меня там Смотрели Вы мой Я там Очень много Два Млад Джон Я себе Рассказывала Так что Вот Либо Там Я задавал Несколько Вопросов Поэтому Знаете Вот это Равняться На каких-то Олигархов Смотрите Я вам Загрузила Михаила Прохорова Олигарха Как он там Живет Какой дом Вообще Как он там Развлекается Какой-то Качель Там Качается Мы вчера Загрузила На мою Страницу Вот Дима Куда Уж нам До Олигарх Понимаете 700 рублей У меня В кошельке Понимаете Я вам же рассказываю Я Я из таких Простых Что Вот Это Вообще На самом деле Я так Написала Хочу Я Засмотрела Впечатлилась Хочу Хоть Олигархивой Да даже Если Они Обратят Внимание Вы Что Думаете Что Они Будут Как То Реально Вообще Относиться Нормально Они Смотрят Люди При Деньгах Вы Обратили Внимание Я Сразу Сказала Такие Люди Они Тоже При Деньгах Ищут Тебя Рол Себя Равных Ищут Ровно Ищут Если Ищут Они Ровно Себе Ищут Вы Что Думаете К вам Будет Предположим Вы Даже Знакомы Каким То Образом Успели Что Познакомиться Как То Вы Думаете К вам Олигарх Если Вы Из Каких То Простых Скамендания Вот Это Вот С Каком То Доме Там 30 Лет Живет Я Здесь Живу 30 Лет В По Наталье Правдиной Я Предполагаю Что Могут Быть Исключения Конечно Исключения Бывают Но Как Правило Он Вот Это Принеси Подай Мы Не Поняли Это Как То А Вы Что Хотели Вот Другое Дело Если Вы Там Где Там Не Знаю Как Они В Принципе Ну Вот Сравним Олимпиада Была Абдура Шип Саду Лайв Показано Что Он Из Простой Семьи Из Какого-то Аула С Кавказа В общем Понимаете Вот Это Было Показано Что Он Из Такой Простой Семей Как Так Показывали Что Они Такие Люди Вот Он Занялся Спортом Добился Дважды Олимпийский Чемпион Вот Его Миллионы Долларов Дарят Есть Разница Между Обычным Мужчиной Из Его Аула Селения И Конечно Есть Он Занимался Добился Огромных Успехов Хорошо Зарабатывает Я Я Видела Ему 35 Дальше Когда Там Машины Дарили Есть Разница Правильно Люди Для Этого Как-то Стараются Добиваются Большая Разница Между Чем Каким-то Обычным Мужчиной И Им Дважды Понимаете Ухи Легенда Вот Смотрите Медали Путин Медали Уже Неоднократно Вручает Если С ним Буду Знать Как-то Знакомиться И Тогда Просто Легенда Есть Разница Так Так Что Не Надо Обольщаться Дима Вы Мне Советуете В ТикТоке Или Где-то Присоединиться Каким-то Этим Стримом В общем Я Там Посмотрела Там Совершенно Что-то Какие-то Стрелялки Игралки Играет Я Ни Ни Что Не Играю Я Что Там Должна Буду Сидеть Ни Во Что Не Играть И В Прямом Я Занимаюсь Позитивным Мышлением 2002 Года Вот Посмотрите Я Книжки Свою Книжку Читаю Хотя Книги Из моей Библиотеки Читаю Я Впечатлилась Одному Мужчине Миллион Двести Миллион Двести Тысяч Рублей Кто-то Просто Там Перевел Через Интернет Я Была Просто Удивлена Девушка Попросила Деньги 300 тысяч Рублей На Вот Это Вот На Что Там На Путешествие В Таиланд Насобирала Там То есть Есть Наверное Вот Это Не обязательно Будет Смотрите Поэтому Я Тоже Там Хаммер Нашла Там Там Нашла Два Хаммера А Тоже Написала Можете У меня Купить Подарить Хаммер Почему Б И Нет Я считаю Что я Достойна Я Только Видео Заснимаю Смотрите Мою творческую Студию Позитивное Мышление Силы Позитивные Мысли Момент Момент Звучит 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 Алло Да Это я Доброе утро Я Звонила Боево А Что Под горячую Руку Ну Ну Да Ну Нет Как Был Как Говорится У меня Нормальное Настроение Я Я Всегда На Позитиве Да Нет Это я Просто Вам Так Это Я Как Не Вам Это Я Это Вы Прочитали Что Я Написала Да Ну Да Это Относилось Не К Вам Это Относилось В Общем Ну Да Кому Кому Другому Относилось К Вам Это Не Могло Относиться Так Что Вот Ну В принципе Да У меня Уже Я Уже Встала Воскор Главное Я Вчера Очень Много Спала 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 Уже К Вечеру Встала Такая Выспалась В общем Вот Это Вот Так Что Вот Так Что Вот Я Недавно Встала И Уже Уже Завтрак У меня Так Уже Кофе Кофе Анны Миллиард Со мной С Татьяной Солбанной Мактум Сайфудин Ну Да Это Я А У Вас Как дела А В ГАИ Да Учиться Да А Как Вы Дима Дима Уговорит По Поводу Стримов Посмотрите Я Там Выложила Люди Мой Донейшн В стримах 300 тысяч Рублей Миллион Двести Рублей Дима Сказал Что Знаете Налила Обычно Прокручиваться Стал Ну Ну Да И Шторку В ванной Надо Конечно Сделать Ну Хорошо Хорошо Просто Красота Просто Красота Сейчас Тепленького Найду Тепленького Так Зацепилась Я Зацепилась Эту Штучку Что Нет Опять У меня Делает Свечи Вот Эти Борцы Эти Борцы Это Какие-то Другие Борцы Борцы Васвечиваются Какие-то Другие Ну Что я хотела Сказать Просто Не надо Знаете Вот Если Вы Видите Что-то По Ютубу Даже Наверное В 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 Особенно Обольщаться Это Вряд Ли Там Какие-то Олигархи Вот Это Вот Пишут Или Я Так Вот Понимаю Что Может Кого-то Вообще Из этих Олигархов Даже Может Им Интернете Нет Может Им Даже Это Вообще Не Интересно Просто Поле Интернета Оно Такое Свободное Неизвестно Кто Может Чего Там Выложить Какие-то Фотографии Что-то Написать Вы Поняли Да Интернет Это Такое Дело Мусенький Завтрак Татьяна Солом Это Я 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 Завтра Макс Волом Данск У меня Был Американский Муж Врач Он Не Олигарх Он Просто Врач Ну Хорошо Он Хорошо Зарабатывал Жил В хорошем Доме Мы В хорошем Доме Жили Я Хорошо Помню Я Мишка Подзабыла Но Я Вот Когда Вспоминаю Там Такая Прежа Была Такой Прессик Такое Давление Была Чисто Моральная С его Стороны Со стороны Его Семьи Хотя Внешне Это Как-то Особо Никак Не Выражалось Я Такая Знаете У меня Как Говорит Сам Скажу Вам Сказать Зинфа Зинфа Мам Высокая Самооценка Так что Плечики Ровненько Плечики Назад Вот Такой Был Знаете Вот Такая Чисто Вот Это Вот В смысле Того Что В принципе Если ты хочешь Чтобы К тебе На равных Относились Как-то Вот Это Нужно Делать Добиваться Работать Добиваться А успех В Америке Он Выражается В деньгах Там Сразу Спрашиваю На кем Вы Работаете Имеется Ввиду Сколько Вы Зарабатываете И Они Уже По этому Судят О У вас Хорошая Работа Вы Хорошо Зарабатываете А если Вы Там Понимаете Зарабатываете Миллион Это Уже В общем Вот Так Кстати Это То Что Подвигло Меня Написать Книгу Тайная Психология Денег Сквета Богатства Процветания Такой Пресс Был Я Вообще Так Хотела Написать Лучше Чему Книгу Чему Боди Шефер Я Подумала Что Я Стану Такой Известной Богатой С моей Книгой Так Что Вот Просто Одно Дело Если Это Ваше Жилье Другое Дело Если Вы Кому Приходите Это Чьё Это Жилье Вы Понимаете Да Поэтому Я Хорошие Отношения Лучше Этого Не Делать Просто Не Предполагалось Что Что Понимаете Вот Этого Дело 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 если сказано было вот раковина замусырилась там очень здесь мне нужно самой решать как тут эти вопросы там когда у нас на кухне замусы что там с раковиной там что-то штука была так нажимаешь я вот так вот как автоматически это можно вот к автоматическую штуку она еще утилизировала там штука очень такая в общем там супер супер такая была эта раковина в общем когда надо было прочистить перри просто позвонила в службу сантехника которые там приезжали и в общем там чинили и было сказано я должна была по делам уехать он сказал что сантехник должен приехать было сказано оставить ключ это вообще просто удивительно поразительно не знаю там эти даты на доверие как там когда хорошо ты оставь ключ он откроет дверь я сделаю работу там пей чипа он наверное положил пей чик возьмет пей чик и уйдет это было вообще фантастически при нашей вот этих мебелях при этих шика шикардоне как мы жили то есть если было сказано оставить ключ сантехник уже вызван понимаете да не предполагалось что вы будете как-то сами решать вот оставить ключ или как-то не оставить ключ что у вас какое-то свое какое-то мнение по этому поводу потому что не вы платите хотя татьяна салмана отвоевала мне сразу мой мужа переданки что думаете он хотел субь и на хаммере там ездил я здесь все у меня как-то у меня были водительские права но опыт вождения у меня не было у меня машины не мало у меня сразу сказал он там на хаммере еду в шикарном доме живет ну вот по телефону мне помню сказал раньше я тебе тут подыскал машину там какую-то машину поддержанную или 10-20 за 5 тысяч долларов когда такая ну да чтоб как-то вот это вот начать как-то учиться в общем как-то будем какая такая поддержанная машина когда обычная там хорошая цена продают хочу тебе купить а затем салмана на 2004 году 2003 четвертом году стала читать книжку наталья борисовна правды я люблю себя и богатство в моих руках так что и книги санлайн татьяна салмана звездой соломона из храма и сам из храма соломона древние традиции там секретов эти книги были написаны я звездой вот этой соломона там очень такая определенные надо было техники сделать было написано что это из храма из этого храма соломона ну да велением фиолетового пламени сан-жермена и вот этим вот секретной техникой вот этого храма соломона тела соломона двинула короче эту машину поддерживаю на 5 тысяч долларов и сказала ему по телефону что хорошо покупай он в следующий раз позвонил я бы хорошо покупай я приеду в америку я буду ездить на хаммере а ты будешь на этой машине есть ну что вы думаете каков был результат он ее покупать не стал так что и так же я двинула вот это вот на второе свадебное путешествие отеля 5 звезд шикарная паницу и так далее я там вот этой штуке сказала что достойно 100 миллиардов 100 миллиардов долларов что-то такое в этом роде я говорю хорошо звезда соломона храм соломона я все только к этой штуке она там была сказана а я так это в общем как то вот так ну да она 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 Я читала веление фиолетового пламени каждый день. Такое большое-большое. Наталья Борисовна Правдина в своих семинарах его посоветовала. Я его потеряла, потом я его выкинула, а в интернете нигде найти его не могу. А в нем было сказано трансмутировать все, что не соответствует сияющему облику. И, судя по всему, вся негативная карма, она трансмутировалась от этого, честно говоря, от этого веления. Хотите верьте, хотите нет. Это мои такие догадки. Я сама не помню, я много раз его повторяла, но я читала его с листа, я его забыла. Я его не помню. Я моя мама, я тебя надеюсь, что он просто всё сделанное. Я себя сделанна. Яирую обсказывать его в яйце. Той, я избавлюсь, что я его перепел death. Я ее присылаю с тем, что я оставлю какие-то الحис. Но это будет ключей к первицу, Вот, да, Дагария Борисовна советует мантры, кстати, вот мантры и так далее. Она сама говорит, что она своей вообще карьерой обязана этой книжке, которую она в Америке какая-то женщина и посоветовала Сен-Жермена. Возможно, она купила эту виллу, три этажа в Турции, вообще богата, как она говорит, счастлива, успешна и здорова, и уже почти 20 лет преподает, судя по всему. Ну, вот, наверное, все-таки эта техника трансмутации, трансформации, она же ее и преподает, трансформации сознания и фуншуй. Судя по всему, мы видим результат вот этого, но что вот она много лет преподает, на этом зарабатывает, ну, как, смотри, вот ее семинар, на сколько здесь часов, сейчас посмотрим. Каблицу у нас, да-да-да-да-да. А вы... Хотелось посмотреть, знаете, вот это вот, сколько здесь часов загружено. Почему? Вот ее часть, понимаете, вот ее части, что нужно? Что деньги у вас такие есть, да? Положите деньги, положите драгоценные. Вот я просто смотрю ее вот этот вот канал. Советуют мантры по много раз читать, 108 раз. Я никогда не читала 108 раз мантры, ничего вам не могу сказать. Ну, слушаю, иногда слушаю эти мантры. Иногда мантры, вот эти вот мантры, включаю, слушаю, но никогда столько раз, может быть, благодаря таким мантрам, она, знаете, может, советуют мантры, вот это вот. Ну, мы отвлеклись. Мантры, Крис, Василий Леонидович позвонил, мантры, Крис, а с чем? Я уже говорю вообще моей маме, Тамаре Петровне, вот. Ну, сколько она была таким хорошим человеком, она была достойна выйти замуж за обеспеченного, заботливого, понимаете, любящего мужчину, как минимум. И жить в достатке. И будь счастливой. Так что... Я просто хочу рассказать про детей. У Перри два брата, было два брата, Тодд и Эрик. Так у Тодда, он женился на Филиппинке, у них родилось двое детей. Ну, у них свой был ребенок, в общем, двое детей. Там была девочка, Клоуи. Клоуи, да? Клоуи, да. Но они хотели, чтобы она была фотомоделью. Маленькая девочка, они просто к нам приезжали. Вот, она была совсем маленькая, не знаю, там годика два-три, ну, побольше. Ну, может, три-четыре уже. Ну, маленькая. Так, и, понимаете, когда она должна была приехать там, у Перри, ты подумаешь, что подарки купить, как он такой, платьица красивая. И они ее красиво надевали. Я помню, я купила, может быть, ну, точно не могу сказать, может быть, я купила, или они с этим платьем приехали. Она была наряжена, как принцесса. Такое, знаете, розовенькое платье. Можно было там, пойдешь, в этот детский шоп, и платье принцессы для девочки такое купить. Такую коронку, какие-то волшебные какие-то штучки, такое платье принцессы. Вот она была наряжена, бегала такая вот, понимаете? Вот. И жили они, в принципе, во Флориде мы к ним летали. Совершенно тоже в хорошем доме. Такая шикарная спальня, там два этажа такой дом. Машина, конечно. Да, и там была целая вот эта вот, они, конечно, ее на двое одевали, как принцессу. Хотели, чтобы она была вот этой фотомоделью. Не больше, не меньше. Она уже, я смотрела на интернете, она уже подросток, она уже, знаете, где-то, ей уже много лет. Ей, наверное, уже 18, уже, знаете, где-то так. Просто вы понимаете, когда вот такая семья в достатке, между собой хорошо общаются, ребенка, знаете, наряжают как принцессу. Конечно, вот хотели, чтобы она была, ты вот, там, фото-фото-моделью. Соответствующие ее наряжали, наряды всякие покупали. Можно сказать, что из обычной американской семьи. Вы понимаете, это по выходным, по выходным. Сели в машину, даже, может быть, не только по выходным. Сели в машину, нарядили красиво девочку, сели в машину, поехали там какой-то моллик, какой, знаете, эти, вообще, пыли, там, эти моллы, в молле, там, эти ресторанчики, кафешки. Там покушали в кафешке. Мы, когда в Афлоре летали, так, так все и было там. Пошли, там, в ресторан, в кафешку, ну, в основном, в этих моллах, как-то, вот этих. Потом что-то прикупили, каких-то, там, что-то такое, ну, или что-то помелочили, каких-то, вот, что-нибудь, что-нибудь такое. Я просто о чем перескать, у меня такого никогда не было, за все мои, а мне 49 лет. Я жила в комнате с бабушкой, так что, вот, я ходила в школу, после школы я, короче, домой, вот, собака у меня была, я с собакой гуляла, в принципе, я три раза в день гуляла с собакой. За все годы, за все годы у меня ни разу, ни бабушка, ни родители, они ни разу не спросили. В примере, я такого не помню. Чтобы пришли, спросили, знаете, как у меня там дела, там, вот, это, чтобы узнать, что у меня на душе, может, мне кто-то нравится, там, из мальчиков, или еще что-то. Ну, я не знаю, что это вот такое. Сейчас, открою, она сварилась, поставлю. Ну, конечно, спасибо вам большое, что они меня за двойки и тройки не ругали. Это, конечно, тоже большое дело. Даже Анталмана там училась на двойки и на тройки. Так что, вот, ну, там, четверки. Так что, вот, ну, аккуратно. Так что, вот, ну, там, да, да. Ох, ну да, крупным планом все показываю. Ну что вам сказать, еще куфе. Как я на этих видео говорю? Татьяна Салмановна, у меня пиар-компания, пиар из себя и мою творческую студию, позитивное мышление, силы и позитивные мысли. Татьяна Салмановна, Мактум, Саин Фудин. Так что, если вы хотите стать спонсором моей программы, специально для вас я публикую номер моей карточки, Бэнков Тинькофф. Так что вот, сейчас даже вам Татьяна Салмановна покажет мой личный кабинет этого Бэнков Тинькофф. Сейчас, положила я тут 900 рублей, как мне сказал Василий Верианович, нужно обязательно там положить, когда он привез деньги, сказал, что нужно там 600 рублей оплатить. Значит, они мозг опять будут выносить, короче, вот это вот, если я не положу, будут название по 5 раз в день, кстати, имейте в виду, если вы там не заплатите, выводим 600 рублей, они будут потом название каждый день по 5 раз спрашивать. Будут выносить вам мозг. Я платила я уже интернет, часть денег я платила коммунальные платежи за мой эллинг в Петергофе, вот, на мои номера телефонов интернет оплатила, не говорите никому, 6811. Ну да, мы не скажем, мы не скажем, 6811. Я платила вот платежи, сейчас я вам скажу, вот, 22 рубля, 20 рублей жилищное хозяйство, петроэлектрозабыт, 8 рублей, комарина 8 рублей, так что вот, оплатила я. Сейчас открывается эту штучку, сейчас я вам покажу, сейчас я вам покажу. Завтрак, у меня есть такая от кофы, такой кофе на миллиарх. Вот, обратите внимание, показываю вам. Интернет я оплатила, с моей карточки, с данной карточки. Федеральная налоговая служба, часть налога заплатила. Так что, вот, 900 рублей, плюс 900 рублей, МТС Банк, МТС Бэнки. А, кстати, что, я еще опубликовала с моего канала. Ютуба, как я получала, вчера исполнилось ровно 3 года, как я получила мой новый паспорт на мое новое имя. Татьяна Салманна Мактум, Сайфудин. Так что, вот, мой паспорт. Я это видео опубликовала, имейте в виду, что это я. А также опубликовала из-за, ну, как я считаю, из-за творческой студии позитивного мышления. У меня больше, чем 350 видео опубликовано. И лучшие видео, как я там в топ, если я поскольку сейчас рекламирую, я вот их периодически, ну, рекламирую себя. У меня это пиар-компания. Вот, сейчас я вам покажу. На этих видео я. Вот такие вот дела. На этих видео я. Вот. Ну, я считаю, что они такие, у меня одни из самых лучших. А потом это, знаете, это вот то, что, ну, кейнси, может быть, знаете, сейчас, когда это немножко так, отступление от темы. Ну, все-таки, знаете, у меня такой, или такой завтрак, или мой, а, это мой ресторан, как это бьюти. Так что, вот, это немножко, знаете, пошепчемся на разные темы. Такое вот уже творческая студия позитивного мышления. И такие основные мои программы. Там моя книга «Тайная психология денег». Вообще, позитивное мышление, там, смежные науки. Это, в принципе, отдельные тематические программы, которые, в принципе, мне супер-супер удались. Я их часто перепубликовываю. Ну, что, брендирую себя. Так что, вот. Я очень благодарна, что они так хорошо получились. На самом деле, это супер-суперская красотка. Вот. Сейчас я вам еще их покажу здесь. Обратите внимание. Вот это видео. 2 часа и 58 минут. Чтобы вы видели. Сначала начнется, не сначала. Имейте в виду. Это вот одно видео. Это другое. На этом видео тоже я. Это отнесаю самых моих лучших видео. Рекламирую себя. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать в империю, где стоит счастье и просветание. Где в вас будет новое сознание и тяги. Моя жизнь полна лучших. Вам еще. Так, следующее видео. На этом видео тоже я. Я читаю музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я просто чисто внешне посмотрела И просто хотела вам Вообще, он очень интересовался Он когда-то был у меня во френдах И прислал мне такую Не то, что вот он Прислал, знаете, вот это Послать другу приглашение на какой-нибудь Семинар и так далее На Кипр Как там, Афродита, в общем, Чакры В общем, короче, стать вот этой Волшебной, в общем, там, Афродита Раскрытие женских, какие-то женские практики Он мне прислал такую-то штуку Что, в принципе, он поедет Я была так удивлена, значит, он этим интересуется А он неспроста интересует Чем он отличается Вы знаете, как он говорит, двигается От Энтони Робинса, который по сцене скачет Понимаете, совершенно другой у него мувмент Может быть, Татьяна Салманович мне такое сейчас скажет Честно говоря, вот Знаете, поинтересоваться Вот иметь такой вот это, знаете Вот быть таким же, как Энтони Робинса Вот таким вот каким-то вот этим Почему вот он такой Посмотрите, вот как вот он Вот это вот, в этих залах на сцене Вообще, как он говорит и так далее То ли это ораторское искусство, то ли еще что-то Но вот Энтони Робинс, он, наверное, точно знает Он же специалист в этом Что нужно сделать, что нужно раскрыть Что нужно сделать в себе Чтобы, понимаете Это много зависит Потому что вот Михаил Прохоров Претендовал быть президентом Ну, может, президентом это особо и не надо Посмотрите на Владимира Путина В общем, как-то они все-таки вот это вот задержаны Я просто смотрела на него Как он дебаты с Жириновским, понимаете Он такой стоит В общем, дебаты, в общем, этот Михаил Прохоров и Жириновский Это вообще что-то с чем-то было Так что вот Ну, вы думаете, он будет там еще что-то вот этого Хотела, я, знаете Я хотела заснять видео И вообще, знаете, вот это вот По каким-то этим практикам Вообще заняться на самом деле Подборкой материала для такого семинара Вот И, в общем, как-то Ну, вы поняли, да, о чем я хочу сказать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...